Летом самая основная проблема – это сорная растительность. Посмотрите, как выглядят грядки с клубникой. Все в сорняках. Ягод не видно, хотя они здесь есть. Сорняки не только неэстетичный вид грядок дают, но и отнимают питательные вещества, свет у наших растений. И мы теряем очень много в урожайности. Обычные способы борьбы – это многочасовые прополки, на которые обычно не хватает ни времени, ни сил, иногда даже желания. Многие применяют гербициды, но тогда с применением гербицидов наш урожай получается неэкологичен. Сейчас я вам расскажу и покажу, как можно избежать утомительных прополок без применения химии, не полоть все лето. Для борьбы с сорняками без применения химических препаратов нам пригодится вот такой мульчирующий материал – двухслойный. Черный слой не пропускает свет и позволяет не расти сорнякам. Белый, наоборот, не нагревается и ягоды остаются чистыми. Посмотрим на примере клубники, как это выглядит. На грядку мы расстилаем нетканый материал черным слоем вниз, белым сверху. По краям закрепляем п-образными скобами, чтобы материал не улетал. Далее приступаем к посадке. В необходимом месте делаем х-образный разрез ножницами под размер нашей клубники. Под этим разрезом мы делаем ямку для наших корней. Посадочную ямку для рассады нужно выкопать под размер кома. Далее достаем из емкости, отодвигаем края и производим посадку. Чуть-чуть закрываем ямку. Теперь наша клубника надежно защищена от сорных растительностей. Материал дышит и пропускает воду, поэтому поливать мы можем поверх материала. И наши ягоды всегда останутся чистыми, потому что они будут не на земле, а на материале. А дальше я вам расскажу про то, как с помощью нетканых материалов можно выращивать томаты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выращивая томаты в домашних теплицах или в открытом грунте, овощеводы-любители зачастую сталкиваются с неожиданными проблемами. Стебли или листья томатов вдруг покрываются черными пятнами, листья скручиваются, растение вянет, плоды чернеют. Как распознать основные болезни томатов, постараемся вам рассказать. Фитофтороз – самая распространенная болезнь томатов грибкового происхождения, которая поражает все растения. Болезнь начинается с поражения листьев, потом перемещается на плоды и стебли, захватывая весь куст. На начальных этапах происходит почернение или побурение листьев – некроз. Впоследствии пораженные части томатов, листья, стебли засыхают, скручиваются и отмирают. В основном на нижней пораженной поверхности листьев появляется мучнистый налет. Это развивается мицелий со спорами грибка патогена. Иногда мицелий развивается и на верхней части листа. Но не стоит путать беловатый мучнистый налет, возникающий на бурых участках томата, с другим заболеванием – мучнистой росой. На пораженных мучнистой росой листьях томатов нет черно-бурых некрозов. Мучнистую росу вызывают два разных вида грибка, но основной симптом – один – белый или сероватый мучнистый налет. Симптомы болезни могут быть различными в зависимости от условий произрастания томатов в сочетании с другими растительными вирусами. Их проявления таковы – нитевидные листья, мозаика, полосы как на листьях, так и на плодах, коричневые округлые пятна, листья начинают закручиваться, наподобие листа папоротника, постепенное отмирание листьев и плодов. В условиях нестабильной погоды в летнее время томаты у нас обычно выращивают под укрытием. Чаще всего используют полиэтиленовую пленку, но она имеет свои недостатки. Конденсат, от чего мы получаем ожоги и гибель растений. И также постоянно нужно ходить, открывать, закрывать, проветривать, чтобы наши растения не сопрели. Укрытие нетканым материалом позволит избежать этих проблем. Материал дышит, пропускает влагу и защищает от кратковременных заморозков растения в начале посадок. Под укрытием создается оптимальный микроклимат. Растение не переохлаждается, не перегревается. В связи с этим мы получаем хороший урожай, стабильный, в течение всего сезона. Даже с осенью, когда начинается холодное время и томаты начинают болеть фитофтором, укрытие нетканым материалом позволяет продлить сбор урожая и отсрочить начало этой болезни. На примере того, как выращиваются томаты, также под укрытием можно выращивать такие распространенные у нас культуры, как огурцы, перцы, баклажаны, зелень, салаты. Создание оптимального микроклимата, температурного режима влажности позволяет растениям ускорять свой рост и получать урожай раньше. А теперь я расскажу, как ухаживать за приствольной зоной плодовых деревьев. Как для овощных культур, так и для плодовых деревьев необходима зона питания, для того, чтобы получить хороший урожай. Не всегда есть много места для разбивки плодового сада, вот как за моей спиной. Обычно рядом с яблонями растут грядки, теплички, парнички и так далее. В этом случае для яблони нужен хороший уход за приствольной зоной. Обычно там не советуют что-либо выращивать, и мы советуем постелить приствольные круги под зону, предварительно окопав зону где-то на метр, ну, под размер кроны. В упаковке 10 кругов, они выглядят вот таким вот образом. уже готовы к применению. Мы прислоняем его к центру яблони, оборачиваем вокруг и прижимаем скобами. Но перед тем, как его класть, необходимо перекопать землю под ним и удалить все сорняки. Вот. И для данной яблони, конечно, диаметр чуть-чуть подольше. Данные приствольные круги применяются не только для яблонь и молодых плодовых деревьев, а также и для других ветвистых растений. А сейчас мы перейдем к такой общей любимой культуре, как капуста. При посадке капусты был использован желто-черный эмульчирующий материал. В чем его особенность и помощь при выращивании капусты? Он двухслойный. Черный слой защищает от сорной растительности, не пропуская к ним свет, к сорнякам. А желтый цвет, он отвлекает на себя всем известных бабочек-белянок и защищает от поедания капустной листвы гусеницами. Весь фокус в том, что желтый спектр света привлекает внимание насекомых и отвлекает от капусты. Данный материал был испытан не только в сельскохозяйственных институтах, но и у многих фермеров России. Так же, как и при выращивании клубники и томатов на обработанную почву, мы застилаем материал. Далее прорезаются крестообразные отверстия в материале, и в эти отверстия высаживается рассада капусты. При использовании желто-черного эмульчирующего материала на капусте, вы забываете про сырнки на все лето, и осенью получаете капусту чистую, непоеденную гусеницей. Так же, как и для томатов, для огурцов мы выбрали укрывной нетканный материал, который создает оптимальный микроклимат и позволяет ускорить рост, повысить урожайность. Сейчас я вам покажу. Мы могли бы использовать полиэтиленовую пленку, но она создает конденсат, и необходимо ее постоянно проветривать. Лучше использовать нетканный материал. Итак, подведем итог. На различные культуры, про которые я рассказывала ранее, применение эмульчирующих материалов способ похожий. На подготовленную грядку мы укладываем материал, закрепляем его по периметру и по краям. Прорезаем по схеме посадки растений крестообразные отверстия и в них высаживаем рассаду. На дуги используется белый укрывной материал. Сначала на подготовленную высаженную грядку устанавливаются дуги, на них накрывается материал, также закрепляется на дугах и по периметру внизу. При необходимости поливать можно через материал, потому что он дышит и пропускает воздух. Для сбора урожая уже его придется снять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова